Некоторые эксперты прогнозируют, что Индия уже к 2016 году по своим экономическим показателям догонит Китай. Насколько это возможно, нам рассказал Александр Ахрименко из Украинского аналитического центра. Индия – это такая выскочка, можно сказать, и о ней заговорили только в прошлом году. Как о перспективном гиганте. По-вашему, какие здесь факторы могут сыграть и насколько реален этот прогноз? Ну, смотрите, если мы оценим вообще прогноз темпов роста, да, может быть, нет, действительно, темп роста ВВП может быть, к примеру, в Индии в 2016 году, ну, выше, к примеру, чем в Китае. Хотя это немножко спорно. Но еще раз, темп роста. А вот если мы считаем ВВП на душу населения, это нереально. Даже, ну, я не знаю, там, какое-то даже невероятное чудо, ну, никак не поможет. Надо немножко учесть маленькую ситуацию. Китай перешел, ну, прожил, перешел вот эти вот этапы, которые запустил для Сяопин. И эти этапы, грубо говоря, вот сейчас Китай как бы наслаждается вот этими реформами, которые были запущены, которые дали положительный эффект. И сейчас, на сегодняшний момент, они, в общем-то, эти реформы, хотя были очень давно, они дают все равно рост китайской экономики. Несмотря на все вот этот кризисы, несмотря на все разговоры, что она уже перегрета, она растет. Да, может, не тот темп, но она растет. В Индии такого не было. Ну, порядок обстоятельств. У них не было сводицы ОПИНа. Были этапы какого-то роста, этапы большого такого падения. Ну, и самая основная ситуация. Смотрите, если мы сравним рынки потребления. Ну, берем сам классический. Да, чистость в Индии очень население большая. Но там не потребители, там жители. Китай-то потребители. Это две большие разницы. Ну, наверное, что вы слышали, что в Китае сейчас, ну, правительство их там, ЦК, КПК поднимает вопрос о торможении роста доходов. Они опасаются, что доходы китайцев могут так быстро расти, что могут перегреть экономику. Но это тоже есть достаточно большой риск, что населения много. И если действительно темпы роста доходов будут оскоряться, то может быть... В Индии про это никто даже не поднимает ифорские доходы. Там доходы у населения, да. Там они не переживают, что она перегреет. Потому что вы же не забываете, что... Конечно, в Китае есть какая-то часть населения, которая имеет маленькие, так сказать, доходы и так дальше. Но в Индии количество таких лиц, которые имеют очень низкий доход, очень много. Но, например, как один из факторов, аналитики отмечают, что производство, которое раньше размещались в Китае, сейчас более интересно размещать во Вьетнаме, в каких-то других азиатских мелких странах, в том числе и в Индии. Ведь пока еще можно на это поле посеять то зерно, которое прорастет как в Китае. По-вашему, не будет ли здесь такого же толчка, что производственные мощности всех глобальных корпораций перейдут в Индию? Тем более, там есть определенная такая подушка IT-специалистов, чего не было в Китае. Да. Ну, IT вы правильно сказали. Нет, смотрите. Возможно, действительно сейчас идет иммиграция такая с Китая. Но я бы сказал, что с Китая забирают. Иммиграция с Европы, давайте уточни немножко. С Китая я не слышал, что в последнее время какое-то предприятие закрылось и перевели, например, даже то в Вьетнам. Такого нет. Он как работает, так работает. Другое дело, что новое предприятие. Индия интересна как дешевая рабочая сила. И теоретически, еще раз говорю, да, возможно ситуация, когда, например, легкая промышленность может перейти в Индию. Это абсолютно реально, потому что разница в ценах чувствуется. То же самое и в Вьетнам. Это возможно. Возможно, какая-то, ну, скажем, низклифицированная работа тоже может пойти в Индию. Что касается айтишников, смотрите, айтишники, да, Индия славится, но вы же не забывайте, что она больше специализируется, как бы, работает тандемами с европейскими странами. Здесь, грубо говоря, никто же ведь не собирается, грубо говоря, делать за Индию. Делать себе конкурентами. Да, ну, никто реальную силиконовую долину не будет в Индии делать. Давайте так уж по-честному. Она будет всегда в США. Другое дело, что будет эксплуатироваться умы индусов, это факт. Но вся прибыль будет находиться в силиконовой долине, это тоже факт. По этой причине я скажу так. Если мы сходим с точки, например, легкую промышленность, да, Китай может где-то уступить. Если мы говорим, ну, например, даже какая-то там низклифицированная, может уступить. Но, смотрите, Китай же все-таки сделал очень большой рывок, как бы там ни было, тот же машиностроение. Это его рывок. Ну, то, что было когда-то, это уже немножко не то. На сегодняшний момент, если это даже повторить, это надо время, деньги, время, деньги. И определенное решение правительства. Ну, да, и решение правительства. В Индии есть проблемы с тем, что правительство не постоянно и довольно-таки часто меняется. Это сказывается, и проблема правительства. Но, опять же, я говорю, смотрите, в любом случае, даже если какая-то, ну, вот, транслянская корпорация решит, да, мы доверяем Индии, мы хотим здесь создавать конгломерацию, ряд заводов. Но, время, насколько они готовы, сколько надо времени. Плюс ко всему, вы забываете еще маленькую вещь. Китай, чем очень сильно взял инвесторов? Созданием за счет государственных средств инфраструктуры. Вы же помните, то, что Индия похвастаться, к сожалению, не может. То, что Китай создает сейчас и в других странах, и в других континентах. Да, есть такое, но Индия не может похвастаться. Вы в Индию заходите, вы понимаете, инфраструктура может вас, ну, погубить ваш проект. Или вы должны практически за свои деньги построить эту структуру, включить эту себестоимость, а это не всегда может быть оправдано. Или действительно вы понимаете, что ваш бизнес должен быть какой-то более упрощенный, потому что существующая структура может просто не подтянуть ваш гигианский проект. Какие еще, может, сектора могут, кроме легкой промышленности, небольшого сектора IT, могут быть настолько привлекательны, что инвесторы побегут в Индию? Все-таки мы знаем. Есть один сектор, но я так понимаю, что он и раньше в Индии был. Это то, что мы называем вредное производство. Ну, вы сами понимаете, на сегодняшний момент Европа, США довольно-таки, ну, тайки. Ну, и Китай, вы же не забывайте, тоже, в общем-то, уже отходит от таких, как бы, классических вариантов в загородине. Я так понимаю, на каком-то этапе действительно будет стоять вариант, когда Китай просто будет поставить, стоп, так сказать, ограничения, и вредное производство или будет не пускать, или даже выталкивать. Индия пока очень, так сказать, щадящий к этому относится, и в ближайшие десятилетия, я думаю, там не будет такая борьба с экологией, такая глобальная. И вредное производство может быть, но я не сказал бы, что это очень такой подарок для Индии, я думаю, даже это несчастье, в общем-то, Индии будет. Потому что, ну, сами понимаете, да, есть масса вредных производств, но... Но это будет такое топливо для двигателя экономики. Да, топливо, но, к сожалению, для жителей, я думаю, это будет довольно-таки большая трагедия, потому что вы же не забывайте, что вред население довольно-таки большое, плод население большая. Если там организовывать вредный производство, так или иначе, это будет влиять на экологию, ну, и жизнь самых индусов. Так что здесь такая немножко болезненная ситуация довольно. Многие страны используют свое географическое положение для того, чтобы налаживать связи между разными религиозными группами, между экономическими центрами. В Индии соседство с Китаем, оно здесь может быть стимулирующим фактором или, наоборот, немножко притормаживать развитие? Если говорить о том, что Индия может стать все-таки гигантом определенной азиатской экономики. Ну, скажем так, я бы сказал так, пока на сегодняшний момент близость к Китаю им не помогает и не вредит. Во-первых, чисто действительно с точки зрения как раз природных условий, да, теоретически можно построить дороги, построить действительно шикарные маэстрали, деньги, деньги еще разреднее. Потому что мы все понимаем, что строительство качественных или высокоскоростных дорог через Гималайя – это дорогая игрушка будет, очень дорогая. И все происходят понимать, что пока что кораблями возить проще, чем строить эти дороги, это тоже немаловажно. Плюс ко всему, вы не забывайте такую специфику, что, понимаете, как, никто не говорит, что Индия конкурент Китая, но это все-таки в определенной степени чувствуется. Да, они не ведут военные действия, хотя когда-то вели, был такой момент в истории Китая и Индии. У них нет территориальных конфликтов, совершенно верно. Но вы же не забывайте, что есть Пакистан. И вот тут возникает такая ситуация, бывали моменты, тоже не тайны, когда Пакистан и с Китаем имел очень хорошее отношение. И в военном направлении, заметьте. Вот во всем случае, ну, по таким, как бы, военное сотрудничество Китая и Пакистан довольно-таки плотненько. И это, как бы, понимаете, обратно влияет на отношение Индии к Китаю, потому что вы же сами знаете, там, Пакистан, где были. По этой причине я бы не сказал бы, что это могут быть союзники. Они могут быть союзники в определенных моментах, но вечные союзники, я думаю, это сложно. Плюс ко всему, развитие совместного бизнеса Китай, китайско-индийского, оно, в общем-то, никаких преимуществ для Индии не может дать. Потому что все-таки Китай довольно-таки консервативная страна, и вот эта ихня китаизация, когда бизнес идет за китайцем, она срабатывает. А тут, вы сами понимаете, бывает сложно. Не всегда китайцы идут в Индию. Кто может быть союзником или таким финансовым донором Индии, если мы говорим, что это могут быть США, Европа, или это союз БРИКС, который теоретически должен быть направлен на то, чтобы страны, все страны союза могли потенциал свой реализовывать? Теоретически может быть действительно БРИКС и может быть Россия. Но вы понимаете, что в свете последних событий Россия, я так понимаю, по всей видимости, попытается возродить традицию двухполярного мира во времена Советского Союза. Да, это будет не называться Советский Союз, но, скорее всего, она попытается сделать некий конгломерат антиамериканского или отдельного, так сказать, мирового влияния. Понятно, для нее БРИКС это интересно во главе себя, естественно. Возможно, ситуация, что в связи с событиями, связанные с Европой, естественно, с Россией, не исключено, что капитал, который сейчас, в общем-то, находился или находится, скажем, в той же Европе, может пойти действительно в Индию. Причем Россия может действительно здесь проявить такой даже преференционный лоббистский какой-то вариант, когда ей будет выгодно заходить в Индию, инвестировать, причем она будет понимать, что Индия никогда против нее санкции не ведет. Это тоже немаловажный фактор. То есть здесь, скорее всего, или Европа, или Индия, США, как таково, ей более интересны другие страны, в том числе и сотрудничество с Китаем. Ну да, в принципе, не, если про корпорацию, однозначно. Ну, во-первых, по этой традиции. Все-таки, вы смотрите, сотрудничество Китая и США это 70-х годов, там уже настолько, такая уже традиция, дальше некуда. Я думаю, вряд ли. То же самое, мы же тоже помним, что если берем 70-е СССР, Индия, довольно-таки тоже плотная традиция. По этой причине здесь действительно может быть ситуация, когда, к примеру, если мы говорим, да, Китай больше там или ориентирован, или сотрудничает с США, а вот Индия действительно может быть больше ориентирована или Россия, но опять же Европа никуда ж. Бывшая колония, так что близко. Ваш прогноз, когда Индия сможет стать таким золотым слитком Азии, если мы говорим об Индии, то через сколько лет? Понятно, это не 2016 год, как говорят некоторые эксперты, но это десятилетие или это полстолетия должно пройти, чтобы мы могли по факту, по показателям сравнивать тот же Индию и Китай. На сегодняшний момент, я так понимаю, все зависит от того, насколько Россия будет готова заходить в Индию, опять же, и когда закончится рецессия в Европе, потому что в Европе сейчас масса своих проблем, вряд ли будет спешить заходить в Индию. Ну, будем надеяться на не 50, но не 10. Давайте возьмем в средние 20 лет, 25. Вот это действительно, через столетие может как раз существенно поменять Индию, и действительно Индия может, ну, если не стать вторым Китаем, то приблизиться к тому Китае, который сейчас. О будущем экономике Индии и ее соседке Китая нам рассказал Александр Ахрименко из Украинского аналитического центра. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Dukascopy TV из Киева.